До последнего времени считалось, что в политическую жизнь США активно пытается вмешаться герцогиня Сасакская, а ее супруг в лучшем случае сидит рядышком на скамеечке и согласно подакивает. Однако некоторое время назад принц Гарри внезапно совершил каминг-аут, который ясно дал понять. И герцог Сасакский оказывается не прочь поучаствовать в политической жизни приютившего его государства. Выступая в рамках онлайн-конференции, организованной журналом Wired и посвященной дезинформации в социальных сетях, принц Гарри с гордостью заявил, что накануне январских событий на Капитолийском холме он обнаружил подозрительную активность пользователей Twitter. Там действительно была размещена информация, что выборы в США были сфальсифицированы, истинный победитель Дональд Трамп и раздавались призывы с силовому перевороту. Гарри сказал, накануне событий 6 января я написал Джеку Джек Дорси, генеральный директор Twitter, что готовится переворот. С тех пор я ничего не слышал от него. По более широкому вопросу онлайн-конференции он добавил, дезинформация это глобальный гуманитарный кризис. Из-за подобного доморощенного бешенства СМИ я потерял мать. В первый момент над этим заявлением кто-то посмеялся, кто-то недоуменно пожал плечами. А кто вы такой герцог Сасекский, чтобы в США прислушивались к вашему мнению? Однако комментатор Sky News Джонатан Сакердоти считает, что все не так просто. Это отнюдь не очередная глупость, которую ляпнул принц Гарри, чтобы придать себе больший вес в глазах общественности. Более того, он считает, что подобное заявление Гарри поставило королеву Елизавету II в неудобное положение. Гэн Сакердоти сказал экспресс. UK, по факту Гарри сказал, что он вступил в прямой контакт с Джеком Дорси, давая ему политические советы. Ранее за участие в политических процессах США критиковали Меган, но теперь мы видим, что и Гарри не прочь вмешаться. Идея о том, что он считает себя неким значимым политическим советником довольно интересна. Интересно и то, что он говорит это был последний раз, когда я что-то слышал от Джека Дорси. Я не понимаю, почему Гарри уверен, что кто-либо в США будет принимать от него политические или даже деловые советы. Джонатан Сакердоти считает, что для принца определенно странно высказывать мнение о политике США и роли Твиттер. Учитывая конвенцию королевы Елизаветы II об отказе от участия в политике, которой она придерживалась на протяжении всего своего 70-летнего правления. Члены королевской семьи существуют не для того, чтобы раздавать политические советы. Нравится ему это или нет, но отойдя от работы на британскую монархию, Гарри по-прежнему связан с британской королевской семьей. И им по-прежнему потенциально очень неловко, когда о подобном говорится публично. Как и всегда с Гарри, неясно почему он считает, что будет особенно полезным советником по этому вопросу. Я понимаю, что он и Мэган считают себя влиятельными людьми в этих дискуссиях. Они думают, что если социальные сети и традиционные СМИ негативно повлияли на их собственную жизнь, то они имеют право говорить с позиции опыта в этом отношении. Я все это понимаю, но я не думаю, что этого достаточно, чтобы квалифицированно обсуждать политику США или деятельность Твиттер. Они с королевой любили, когда что-то шло не так. BBC One покажет документальный фильм о принце Филиппе Принц Филипп. The Royal Family Remembers. Спустя почти полгода после смерти герцога Эденбургского, канал решил выпустить картину, где собраны откровенные личные истории детей и внуков покойного супруга королевы. Принц Гарри и принц Уильям запомнили своего покойного дедушку принца Филиппа как заядлого шутника, отметив, что он и королева любили, когда что-то шло не так. У моего дедушки было очень хорошее чувство юмора. Ему нравилось разыгрывать и дразнить людей, вспоминает принц Уильям. Он любил, когда что-то шло не так. Это нравилось обоим и бабушке, и дедушке. Потому что они жили той жизнью, где все должно быть всегда правильно. Поэтому, когда что-то шло не так, они оба начинали смеяться. Все остальные в этот момент ужасно смущались, а им нравилось. Принц Гарри согласен с братом. Он отметил, что королева и ее муж наслаждались неловкостью тех, кто старался изо всех сил придерживаться высоких стандартов во время королевских визитов. Просто все хотят сделать все идеально и думают, королева и герцог Эдинбургский приедут. Давайте убедимся, что мы все делаем абсолютно правильно. У нас все получается правильно каждый год, давайте продолжать в том же духе. А эти двое думают, интересно, пойдет ли в этом году что-то не так, было бы здорово, вспоминает Гарри. Помимо того, что Филипп проводил время со своими маленькими внуками, он также был очень предан британским военным, в течение всей своей жизни служа во флоте и королевских ВВС. Герцог Сасекский отметил, что юмор Филиппа распространялся и на его добрые пожелания. Когда Гарри отправлялся служить в Афганистан, дедушка просто сказал ему, постарайся вернуться живым. Документальный фильм с трогательными воспоминаниями членов королевской семьи о герцоге Единбургском покажут в эфире канала BBC ВАН 22 сентября. Выход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи все еще не сходят со страниц газет, поскольку в новом эпилоге неавторизованной биографии в поисках свободы приводятся новые шокирующие утверждения об этой ссоре. Автор Амид Скоби говорит, что выход Сасексов из королевской семьи был труднее, чем они могли себе представить после попыток найти компромисс. Пара планировала мехксид в головах, но надеялась найти наполовину вход, наполовину выход, прежде чем уйти из королевской семьи, добавил он. Меган с самого начала чувствовала себя изолированной в фирме и сообщалось, что Камила Паркер-Боулс пыталась дать герцогине Сасекской несколько советов. В ноябре 2019 года Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Камиле, герцогине Корнуольской. В то время Венити Фер сообщила, что Камила также оказывала поддержку паре за кулисами. Источник сказал, она не хочет видеть, как кто-то испытывает трудности, и она очень полюбила Меган. В августе прошлого года газета Mail on Sunday сообщила, что Камила давно поддерживает Меган. Друг герцогине Сасекской рассказал газете, что Камила устраивала частные обеды с новой невесткой и давала советы, как справиться с давлением. Они сказали, как и Меган, Камила пережила много негативного от прессы и враждебности со стороны придворных из-за ее отношений с Чарльзом, когда он еще был женат на Диане. Она была очень чувствительна к Меган и оказывала ей поддержку, советуя ей переждать бурю и что все пройдет, но в итоге Меган не послушалась. The Mail добавляет, что принц Чарльз также посоветовал Гарри не обращать внимание на плохую прессу. Камиле пришлось долго и упорно ждать признания со стороны общественности после того, как ее отношения с Чарльзом стали проблемой при его разводе с принцессой Дианой. К моменту свадьбы с Чарльзом в 2005 году, спустя 13 лет после его развода и 8 лет после смерти Дианы, Камила была принята британской общественностью, прессой и дворцовыми придворными. Она стала одной из самых высокопоставленных королевских особ и поддерживает тесные отношения со СМИ. Во время изоляции из-за пандемии в Великобритании она продолжала выполнять свою работу через социальные сети. Сегодня в газете Телеграф появились сообщения о том, что Камила была опорой Чарльза во время недавних напряженных отношений Сассексов с королевской семьей. Источник сообщил газете, не будет преувеличением сказать, что она была его опорой на протяжении всего этого кризиса. Она была единственной, кто поддерживал его на должном уровне. Ему действительно было очень тяжело. После того, как Гарри объявил, что опубликует свои мемуары в следующем году, королевская семья, как сообщается, потрясена перспективой появления книги-рассказа. Юэс Викли сообщил, что инсайдерский источник сказал, королевская семья в шоке от этой книги. Принц Чарльз и принц Уильям особенно обеспокоены тем, что расскажет Гарри. Недавняя критика Гарри уже была достаточно плохой. Между ними колоссальные различия. Королевские невестки Кейт Мидлтон и Меган Маркл – весьма обсуждаемые персоны не только в Великобритании, но и во всем мире. И что бы они ни делали, на каких континентах бы не жили, их всегда будут сравнивать друг с другом. Так, эксперт по языку тела проанализировал поведение на публике обеих герцогинь и сделал вывод, что между женой принца Уильяма и супругой принца Гарри существуют колоссальные различия. Рассуждая о внутрисемейных отношениях кембриджских и сасекских, знаменитый эксперт по невербальному общению Брюс Дарен объяснил, почему эти две пары такие разные. Если смотреть на невербальную коммуникацию и подсознательные жесты, то заметна колоссальная разница между поддерживающей связью Кейт и Уильяма и покорным отношением Гарри к Меган, говорит эксперт. Между Кейт и Уильямом мы видим высокую степень сходства в поведении, если хотите зеркальное отражение. Оба поощряют друг друга нежными прикосновениями взглядами, выражающими уязвимость, вспомните, взгляд Дианы. Им обоим нравится поддерживать друг друга в разговоре, дополнять, передавать слово, что безусловно говорит о сплоченности пары. Дал свою оценку отношениям герцога и герцогини кембриджских Брюс Дарен. Это резко контрастирует с покорностью, которую демонстрирует Гарри по отношению к Меган, продолжил Брюс. Если Уильям бросает быстрый взгляд в сторону Кейт, то Гарри задерживается подольше, делает паузу, будто ждет от Меган разрешение продолжать. Кроме того, легкие прикосновения между Кейт и Уильямом у Меган и Гарри заменяются так называемым длительным похлопыванием, когда Меган кладет руку на Гарри и долго не убирает, делает свой сравнительный анализ эксперт. По словам Дарена, этот жест герцогини Сасекской показывает, что она держит ситуацию под контролем. Когда Меган что-то говорит, она своим твердым прикосновением к руке Гарри дает ему знак согласиться с ней. Даже во время интервью с опрой герцогиня Сасекская часто использовала прикосновения, чтобы напомнить своему супругу, кто здесь главный. Эксперт также подчеркнул, что отношение Кейт и Уильяма – это отношение между двумя взрослыми людьми, тогда как связь между Меган и Гарри похожа на связь родителя и ребенка. Я сейчас не говорю, что это им не подходит. У разных пар может быть разное поведение и привычки, непонятные другим людям. «Я говорю о том, что теперь, когда я все это рассказал, вы понимаете, что Меган все время контролирует Гарри», – заключил Брюс Дарен. Другой эксперт по языку тела, Джуди Джеймс, проанализировала совсем недавний выход Кейт Миддлтон и Меган Маркл в свет. По словам Джуди, на премьере фильма о Джеймсе Бонде, герцогиня Кембриджская вела себя так, что Уильям всем своим видом хотел показать, что даже он не может поверить своим глазам и очень рад такой удаче сопровождать свою очаровательную жену на столь важном мероприятии. Тогда как герцогиня Сасекская во время деловой поездки пары в Нью-Йорк всем своим поведением показывала, что главное здесь она.